Мало кто знает, но 14 февраля и всего на 4 дня, ребят, в ангаре появился специальный секретный подарок. И доступен он будет абсолютно каждому, но чтобы его получить, нужно кое-что сделать прямо сейчас. Вы после, вот как я вам это все объясню, расскажу, после этого сразу зайдете в ангар, откройте одну секретную страницу и найдете там призы на 14 февраля. Я вас уверяю, ребят, это крутые награды, не хуже, чем новогодние подарки и всякая ерунда, которую до этого давали нам картофельные разработчики. В общем, очень важно, внимательно слушайте сейчас, что нужно сделать. И еще кое-что. Ребят, сейчас я показываю вам по-настоящему страдное сражение, которое сам до сих пор объяснить не смогу. Одна история у меня с ним связана и одна крайне необычная. Все дело в том, что один из зрителей нашего канала сегодня с утра буквально прислал мне этот бой и попросил проверить на читы. Когда я первый раз открыл это сражение, я сам не понял, я один раз просмотрев, не понял, как все происходило. Мне понадобилось несколько просмотров, чтобы понять, в чем прикол вот этого самого движения. Смотрите внимательно, что делает сейчас наш конкурер. Вообще, очень интересные вещи здесь начнутся буквально через одну минуту. Вот сейчас следите просто за действиями нашего героя. Он приезжает на самый центр карты. Утес. Сетап здесь, посмотрите, довольно тяжелый. Много тяжелых танков у каждой стороны и начинает, собственно, настрел. Тут же перед нами показывается довольно приличная толпа вражеских зевак, которые, нет, они не фотографируют нас, они пытаются прописать нашему коню дамаг. И пока это у них особо не очень успешно получается, скорее мы уже больше тысячи накидали, а нас пробили всего один раз. В это время наш вражеский, точнее, горнолыжный любитель занимать большие высоты, пытается залезть там, покорить себе эту вершину горы Килиманджаро, и, собственно, у него это особо не получается, его сгоняют, его расстреливают, и Т-55А вражеский особо побаивается, если честно, проскакивает дальше. Впереди у нас Т-95ФВ-4201, в общем, вот этот самый ГКшно-Боновый танк, который там выдают за всякие разные достижения. В общем, статиста забрали кланового. Смотрим, ребят, что происходит дальше. Внимательно сейчас проследите за правым флангом, потому что там вражеские весельчаки просто удивляют своими действиями. Они в наглую ломятся на нашу базу, и посмотрите, Бульдог, Праджетта, Объект, там реально довольно много пацанов, которые просто страх потеряли, и вошли, собственно, на тусовку без пригласительных. Проезжают прямо на нашу базу, сейчас будут выкашивать Скорпиона-Джи, и наш конь понимает, что ему нужно срочно скакать в другую сторону. Разворачивается и начинает накидывать дабак. А что еще делать? Ведь противники сами приехали, сами подставляются и сами так и просят. Конь, дай, собственно, нам дамаг. В общем, в это время счет 3-2. На левом фланге там один ухо, и вообще, меня удивляет крайне этот момент, у нас на левом фланге два огромных, жирных, картонных АМХ-150Б. Неужели они вдвоем не могут выехать, размять оху и размять несчастного ИС-3, которые там вдвоем принимают весь этот фланг? Казалось бы, продавите, езжайте дальше на захват, унижайте там все, что шевелится и стоит в кустах. В общем, ладно, 50Б почему-то какие-то стеснительные крайне у нас, это парочка голубков, поэтому приходится делать всю работу за них. Неожиданно здесь вырисовывается Тигр-2. Мы, конечно, не советский танк, но немцев тоже им умеем драть. И отписываем Тигр-2 решающий плюхан. Счет уже 4-4, а наши тусовщики на правом фланге никак не могут отогнать нежданных гостей в виде Проджета-65 и Объекта-432, которые там непонятно почему все еще мнут писюн свой. Казалось бы, уже письку помяли, продавите, Скорпиона-Джи. Вы там уже давно стоите. Ну ладно, почему-то противники тоже письку мнут, тоже стоят на месте. Нашу 50Б письку мнут. В общем, такой небольшой застой, небольшое затишье, но, тем не менее, счет становится уже 5-5. Внимательно, вот с этого момента, ребят, проследите, что будет происходить дальше. Казалось бы, на данную секунду счет как бы почти равный. Да, у каждой команды есть шансы на победу. И даже наша команда скорее имеет этих шансов больше. Но смотрите, что сейчас будет делать конкурер дальше. Пытается с центра наш герой как-то отыскать себе следующий фраг. Так, неожиданно здесь выписывается все еще живой Т-55А. Он очень упорно лез на гору, но в итоге скатился вниз и пытается, так сказать, остановиться здесь. И попытаться найти свои успехи в низине. Но у Т-55А сегодня прямо неудачный день. Ни в горах, ни в низинах ему не везет. Но с другой стороны Проджетта-65 настолько оборзел, письку там внизу помял. И в итоге решил вылезеть, прошмандоваться и влупасить нашему конкуеру Плюшинский. Прилетает нам от Проджетта. Ладно, немножечко отряхнулись, отрезвели. Только что так показалось, что мы в относительной безопасности. Этот пердун прилетел от Проджетта-65. И сразу наш конь снова начал играть более осторожно, что ли, более размеренно. В общем, так сказать, бой снова перекатывает из, так сказать, стадии раскачки в стадию обратно Писька-Драчилова. В общем, ничего такого не происходит. Типичный рандом World of Tanks, с которым вы сталкиваетесь практически каждый день. Ну, если играете в танки каждый день, так сказать. Ну, а в это время у нас наш союзный объект 257 пытается как-то познакомиться с вражеским 705. И пока это у него, если честно, скажем, особо не получается. Пока наш суперконь думает, не влупить ли ему по союзному ВК-4502А, который здесь стоит, уж как-то очень любопытно. Мы смотрели на этого немца, такое чувство, что было прям желание его обескуражить своим снарядиком. В это время на верхушке уже проезжает суперконь, да еще и под прикрытием Т-55А. И ситуация вообще довольно тяжелая, накаленная у нас сейчас. Т-55А вот-вот спустится к нам и начнет здесь замес. Тут же видим вдалеке гости, отправляем какой-то еврейский снаряд, который, я не знаю каким чудом, но нашел вражескую броню. Ну, это просто удивительный сейчас был выстрел. И еще один не менее еврейский выстрел по Т-55А. Видимо, у Т-55А просто совсем неудачный день, на нем какая-то порча лежит. Видимо, в прошлом бою он письками поливал своих союзников, играя на арте. И на этот бой ему прилетело вот такое вот наказание. Т-55А просто магнитом притягивает к себе снаряды вражеские. Ни вершину не покорил, ни в низине не обосновался, еще и пердунов наполучал. В общем, Т-55А совсем день неудачный. Ну, а наш герой испытывает себя в роли покорителя вершин и тоже пытается подняться наверх. Вдалеке стоит Ягдтигр, 2100 хп, фуловая яга, твою мать. Ну, сейчас нужно уже заканчивать с Т-55А, чего бы нам это ни стоило. Опять-таки, почти на пофиг. Выехали так, на отмашку кинули по Т-55А. И этот пацан этот снаряд впитал. Совсем, совсем нелегкий день у Т-55А. Что здесь сказать, пацану сегодня прям вот крайне не везет. Ну, а наш конь проезжает вперед, чтобы сразиться с более рассчитанным и вымеренным Ягдтигром, который там бережет свои хп, собственно, как еврей копейку. В общем, Ягдтигр прячется, сохранил почти все здоровье. И отобрать у него хоть часть хп составит нам довольно тяжелых усилий. В это время сзади нас союзный Объект-257 тоже подтягивается на линию. Вообще, довольно интересное распределение у нас сейчас сил. Посмотрите, там 121-й, единственный, кто выписался из линии. Все остальные наши союзники находятся на Е-линии. Ну, на Е-Ф-линии, так сказать. Все выстроились в ряд и пытаются сейчас этим рядом как-то зажать оставшиеся силы врага. Довольно интересно, если честно, расклад сил. И интересно, как будет это все происходить дальше. Чем там стреляет Панам Чариотер, что кидает на 52 хп. Видимо, из рогатки местными обитателями деревьев отправляет по нам. Но, тем не менее, вот Ягдтигр уже так жалеть нас не будет. Пропердолил, так пропердолил. На 498 прилетает Плюшен от немецкой ПТ-хи. И наш герой, почувствовав, что у него в жопе что-то начинает шевелиться, понимает, что на глисты он недавно проверялся. Поэтому это, скорее всего, назревающий снаряд Ягдтигра. И откатывается немножко назад. В это время наш совзводный 257 потерял страх. Выезжает вперед за плюхами того же самого еврейского Ягдтигра, который просто бережет и свои хп, и еще и накидывает дамаг. В общем, очень опасный чувак. В это время, ребят, посмотрите, что 121 делает. На относительно небольших запасах очков прочности ему удается продавить практически под вражескую базу и навести там просто переполох. К нему же подтягивается еще и ВК-168-01П, а наш герой видит, что с другой стороны у нас 4502А. И если сейчас, например, вот добирают 257-го, которого, в принципе, никто из наших союзников особо не кроет, бой может перейти в стадию полного поражения. Ребят, смотрите, что происходит на самом деле. 257-й прокатывается чуть вперед, чтобы сразиться там с 705-м и борщом. 121-й проезжает чуть дальше, чтобы разобраться с гнездом, с витриной противника, в общем, пробраться к ним на базу. Наконец-то мы разбираемся с Ягдтигром, и у нас был такой шанс этого еврея немецкого, так сказать, несопоставимые понятия, но тем не менее этого пацана отправить в ангар, который там уже давно стоит, и просится. Но это делает 121-й. И вот в данную секунду, ребят, когда посмотрите, у нас танк 10-го уровня, 9-ка, 2-8-ки, у противника всего 1-705 и 2 ПТ-шки 8-го уровня. Мне показалось, что это 100% победа, и здесь уже говорить не о чем. Но смотрите, что будет происходить на самом деле. Я просто был обескуражен, когда увидел, в чем я сильно ошибался. Давайте пока немножко информации вам расскажу, потому что у меня и про 14 февраля, и про халяву есть новости. Во-первых, спонсор этого ролика у нас сайт воткит.ру. Это нереально дешевые кейсы. За 99 рублей, ребят, вы получите, сможете получить себе премиум танк 8-го уровня, если вам повезет. Ссылка на воткит в описании. Ребят, в описании находится секретный, специальный бонус-код для сайта воткит.ру. Введите его при пополнении счета на сайте. По ссылке в описании переходите и вводите этот бонус-код. И получите супер подарки. А также, если пролистать сайт воткит вниз, там каждый день внизу сайты раздают 5000 голды. Тоже проверьте. Ссылка в описании и следующая информация еще более интересная. Победители супер халявы от бомбилки. Вот их комментарии и вот наши чеки об оплате. Поздравляем этих ребят. Они абсолютно бесплатно, даже копейки не отдав, получают себе премиум танки 8-го уровня или голду. Поздравляем этих ребят заслуженной наградой. А в этом ролике каждый из вас сможет тоже абсолютно бесплатно получить себе премиум танк 8-го уровня или голду. Нужно просто подписаться на наш каналчик, поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. Обязательно прямо сейчас прожимайте лайк, прожимайте подписочку, прожимайте колокольчик и забирайте обалденные призы. Прожали все? Лайк прожали? Подписку включили? Колокольчик активировали? Точно? Тогда продолжаем. Ребят, на кону у нас финал этого не эпического супер крутого сражения. Ну пока такого довольно среднего, но сейчас финал сделает его вообще мега имбовым, потому что здесь черриотер. Мы начинаем терять союзников и напряженнейшая ситуация довольно сейчас, если честно. До конца более 2 минуты и очень не хочется сейчас ловить ничью в таком сражении. Тем более мы продолжаем делать крутые заявки на победу и сейчас хочется реально это все довести. Ну и давайте расскажу вам, что же вас ждет на 14 февраля. Все дело в том, что сегодня уже 14 февраля в 9 утра по Москве начались акции и халява в ангаре. Прямо сейчас найдите их. Во-первых, это скидка 80% на изменение паспортных данных членов экипажа. Скидка 50% на обучение и переобучение экипажа при рекрутировании и пересадке на другую технику за игровое золото. Скидка 50% на сброс изученных навыков и умение экипажа за игровое золото. Также вас ждут 3 боевые задачи. Братья по оружию 3 части. В первой вы будете получать в 2 раза больше опыта экипажа на безграничное количество боев, но задачу нужно выполнять во взводе. Вторая задача даст вам плюс 50% к опыту. И, собственно, можно выполнять без взвода. Количество выполнений тоже не ограничено. Ну, там небольшие достижения нужно получать. Собственно, зайдете в ангар, найдете, так сказать, почту и сами почитайте. И третья задача. Братья по оружию часть 3. Вам дадут 2 личных резерва плюс 100% к опыту на 1 час и 2 личных резерва плюс 200% к опыту экипажа на 1 час. Нужно уничтожить всего 15 машин противника за любое количество боев. Причем эту задачу можно выполнить 3 раза на аккаунт. Вот такие вас ждут 3 задачи. И это, читай, главные подарки оказались на 14 февраля. Все ждали какого-то там дня према или чего-то более интересного. Но что есть, то есть. И на том, так сказать, спасибо. Будет действовать по 18 февраля. А на этом на сегодня все. В последнюю секунду наш герой на конкверере каким-то чудом добирает последнего врага. Ему очень повезло. Согласитесь. А с вами сегодня был ваш Бомбилка. Смотрите итоги боя и переходите на ролик справа вверху. Пока. И лайк прожмите.